Да ну господи, но я могу прерваться. Вот смотри. Вот это да? Да. Вот ты открыл систембак. То есть ты там поднастроил, тебя все устраивает, все нормально. И ты хочешь сохранить копию. И вот здесь кнопочка Create New, создать новую. С того, что есть. Да, вот то, что у тебя уже все настроено и так далее. Вот возьми и нажми на нее левой кнопкой мышки. Отметим время. Восемнадцать ноль две. Там было пятьдесят восемь. Да. На видео ты ее называл Live Copy. Это живая копия. Это значит... Нет. Это пока еще не Live. Это другое. До Live подойдем. Другое? Хорошо. Здесь значит мы пишем, что там у нас было. У меня восемнадцать. Ноль два. Две с половиной. Пятьдесят восемь, по-моему, было. Еще один вопрос. Это ты время восстанавливаешь. Это просто так для себя? Или это время будет браться для систембак? Это я выставляю времени и для себя, и для людей, которые будут этот видеоролик смотреть. И видеть, за какое реальное время можно, значит, взять и сделать копию вот уже настроенной тобой системы. Потому что многие боятся, вдруг это займет там полчаса, там час, там два, три. А на самом-то деле это занимает, там, ну, десять-пятнадцать минут, по-моему, не больше. Ну, давай посмотрим. Причем, когда создается вот первая копия, она занимает гораздо больше времени. Ну, допустим, ты какие-то изменения сделал, какую-то программу установил, какую-то удалил, поднастроил под себя, делаешь вторую. Вторая копия делается гораздо быстрее. В чем дело, я понять не могу. Скорее всего, может, за счет того, что у них имеется какое-то там инкрементное там прибавление, там, убавление. Не знаю я. Ну, вторая и третья копии, и последующие, они делаются гораздо быстрее. А так, вот, установили систему, ты ее себе настроил, значит, под себя там, вот как тебе нравится. Потому что, вот, ты у меня, значит, единственный пока из моих пользователей, которому нравится, чтобы вот менюшка была на нижней панелке, а кайрадок на верхней. Потому что большинство, они, ну, берут мою сборку, у них менюшка сверху, кайрадок снизу. Ну, вот лично для меня, ну, это по барабану, то есть это принципиального значения не имеет. То есть, кто как привык. Ну, нравится тебе так, на тебе так. Не нравится тебе вот так, ну, на тебе вот так. То есть, должна быть свобода, и алиминоксвин тебе эту свободу дает. Да, личный вкус, оформление, это действительно вещь индивидуальная. Ну, здесь можно, я же что, всегда подчеркиваю, что в линуксах возможности настройки под себя операционной системы, они гораздо шире, просто шире, понимаешь, вот, ну, тут, ну, даже, как говорится, и ходить не нужно. Вот. Ну, а плюс, подобные программы, допустим, для винды, ну, вообще просто не существует. Есть, значит, программа, с помощью которой ты винду можешь установить на флешку. И она, вроде бы, как даже и шевелиться с нее будет. Но она будет у тебя занимать, ну, я не знаю, ну, гигабайт, наверное, 15-20. Ой-ой-ой, так это уже 32-х флешка. Да, и еще не факт, что она будет шевелиться у тебя, так сказать, вот так вот резво. А ведь почему? Посмотри, вот сейчас, во-первых, ты со мной говорил по скайпу с флешки. А, нет, не с флешки, ну, ну, ладно. Ну, у меня вот есть видеоролики, где люди со мной говорят, связываются со мной прямо с флешки, и я им прямо показываю, как с флешки отформатировать, там, жесткий диск, там, то, сё, пятое-десятое сделать. То есть, и скайп, и мюр, и все через флешку. Винда, но я не знаю, способна или нет. Дальше. За пять, там, за шесть минут устанавливается операционная система с флешки на любой раздел жесткого диска на любом компьютере. Винда этого тоже делать не может. То есть, там включил, и началась, как говорится, катавасия. Вот. Причем эту флешку ты можешь воткнуть, ну, на любой компьютер, с неё загрузиться, как говорится, и с ней работать. Надо что-то сохранить, значит, там, сохранил, там, на другом разделе жесткого диска. Если у тебя на флешке кладовочка сделана, значит, поместил всё это дело в кладовочку. И всё. То есть, у тебя полностью работающая операционная система на флешке. Полетел у тебя раздел жесткого диска, да ради бога. Воткнул флешку, взял за пять, за шесть минут, восстановился полностью на этот раздел. То есть, вот, ты понимаешь, это вот от такой надежности, которая обеспечивает SystemBug. Ну, поверь мне, я Linux'ами давно занимаюсь, я нигде не видел. Это вот только веточка Ubuntu, Lite и Linux Mint. Вот есть Linux Lite, Linux Mint и Ubuntu. Может быть, Debian, но я никогда не пробовал. То есть, если в Debian еще ставится через терминал SystemBug, то может быть. А во всех других Linux'ах тоже этого нет. На PC Linux OS есть что-то подобное, но там, извини меня, с такими вывертами всё это надо делать. И плюс не в графическом режиме, а через терминал. И там нельзя толком выставить исключения, там и многое что чего. А SystemBug, ну, тут тебе дает такую свободу манипуляций, что... Вот понимаешь, вот для меня до сих пор непонятно, но почему господину Кендаку ни Ubuntu толком, ни Linux Mint, ни Linux Lite не предложили, так сказать, нормального сотрудничества. Человек-то просто огромная умничка. Ведь вот эта флешка, которую он создает, она грузится, можешь себе представить, за 40-45 секунд. Полностью настроенная система. И самое интересное, что когда ее записываешь на жесткий диск, у меня она грузится вдвое дольше, то есть за минуту. Вот как он умудрился сделать так, что она с флешки грузится столь быстро? Вообще непонятно. Может быть, у него флешка USB-3? Да какая там? У меня USB-2. И у меня не SDD-диск, а обычный жесткий диск. И вот я его программой, значит, записываю на флешку. Флешка у меня грузится за 40-45 секунд. С флешки установлю ту же систему, значит, на раздел жесткого диска. Тут у меня грузится там минута-минута там 10 секунд. Ну, ты понимаешь, мне-то, собственно говоря, по барабану почему? Потому что, ну, мне просто нравится Linux Mint, нравится SystemBug, ну и там минута-минута-минута, для меня это не принципиально. Мне причем люди писали, что вставили Linux Mint на SSD-диск. Так у них там вообще летает, он грузится там за 11-12 секунд. Ужас, ужас. Представляешь? Я много слышу. То есть вообще моментом загружается. И летает так же, все открывается быстро, работает, ну, SSD-диск. Он, как говорится, и в Африке SSD-диск. Это я уже много за него читал и слышал. Но меня поражает одно, что я сегодня на Linux-е полез в свой Windows-е и пару песен вытащил и музыку слушал. Так вот этот плеер, который тут оригинальный, первый установленный сейчас. Кстати, я забыл тебе сказать, коль ты такой мужик привередливый, значит, дай-ка я сейчас посмотрю. Я, по-моему, видел в аудио и видео. Ну-ка, дай-ка мне глянуть. Вот, у тебя установлен по умолчанию, значит, банши. И тебе банши не понравился. Как говорится, молодой человек, с вами все понятно. Вот смотри сюда. Давай. Я или ты? Заводи пароль. Заводи пароль. Я твое видео про МК смотрела. Вот, с видео, с Ютуба. Классная вещь. Машину времени. Старые записи. Я их вчера тоже чуть-чуть послушал. Ну, это мои старые видеоролики. Мне нравится группа Чеш. Мне нравится группа Чеш. Это я не знаю. Я давно с Россией ехал. Я в Эстонии жил. Да, этой группе уже, вон, ее исполнители уже, ой, господи, лет 50 исполнилось, или 60. Я на них случайно нарвался, еще лет 20 назад, я помню. Ну, чем-то они меня зацепили. У них процентов 80 шелухи, но есть вот такие песни, но это просто. Полонез. Это вообще. Одинского. А в переделанной или в оригинале, Полонез Одинского? Не, 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 не. Просто песня называется Полонез, группа Чеш. Ой, ну, сейчас покажу, подожди. Я хочу сейчас, чтобы SystemBug закончила создание своей копии, потом перейдем на другой музыкальный редактор, вернее, не редактор, а проигрыватель. Я думаю, что тебе он, скорее всего, понравится. Вот он называется вот так. Клементина. Клементина. Да, ну, сейчас вот закончится уже делать. Да, тут пару процентов осталось. Никаких показателей, никакой этой. Ну, файлов-то много, просто время займет, конечно. Ну-ка, сам нажми на кнопочку Open. Сейчас, минуточку. О, вот они, пожалуй. Это металлика на бандурах. Мне нравится. Вот у тебя здесь громкость. Микрофон, там громкость и так далее. И даже картиночка. А вот сейчас я тебе покажу. Так, где у меня тут красавчик мой? Ага. Я говорил. Лучшее качество. Ну, нет, давай возьмем оригинальную. Оригинальную. Ага. Я, наверное, случайно как-то на них наткнулся. Еще лет 20 назад. Кассеты их покупал. Ну, процентов 15-20 есть у них такие песни, что приятно послушать. Ясно. Так, динамика не вижу. Сейчас Тигракову уже, ну, точно уже лет под 60. Аквариум мне очень нравился с Борисом Гребенщиковым. Не все песни, но некоторые. А Макаревич нравился. За музыкой тебя почти не слышно, Алексей. Мы должны одной или музыку, или общаться. Ну, я тебе просто показал, потом посмотришь, да и все. Хорошо. А музыка громче, чем твой разговор. Не слышно? Да, ну. Да, ну. На барабану. Ну, вот у тебя теперь есть Клементина. Пробуй ее. Я думаю, что тебе этот видеопроигрыватель понравится. Кстати, его и на винду можно поставить. Кстати, его и на винду можно поставить. Огромное тебе спасибо. Огромное. Молодец. Да нет проблем. Ну, давай, счастливо. Ну, давай, счастливо. Давай, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok